Небо распределяет время Сыны человеческие родились, чтобы умереть Небо распределяет время Примерно 60 парсахов у Талматы, где-то 400 километров в пересчёте с Арабского Село Мерке, административный центр у подножия Киргизского локала Обычное село с не совсем обычным набором культурно-развлекательных учреждений Базар, супермаркет, кровеческий музей, парк На въезде монумент Цепатай-Батыру у прокуратуры Джамбулу Ещё есть самолёт с танком И согласно только официальной переписи, 73 памятника прошлых цивилизаций Когда дом строили, фундамент копали, вот тогда нашли кувшин А много здесь домов, очень много находили всякие кувшины, монеты были Ничего удивительного, здесь в каждом огороде история Но остатки древних цивилизаций уже давно перестали обращать внимание Монбулак, вот это место бы называлось, потом только Мерке назвали У нас были родники Вот сейчас вот через два двора родник Через четыре двора родник прямо над улицей Шёл, это значит И там хамыш рос Монбулак, тысяча родников Священная земля древних тюрков А Мерке в переводе с фарси означает центр Говорят, в седьмом веке нашей эры где-то здесь была летняя столица западно-тюркского каганата Глава первая Ашина Сильный, крепкий или просто тюрк И тут главное не перепутать тюрков с тюркоязычными народами Тюркоязычные народы появляются на 9 веков на страницах летописи раньше, чем народ тюрк Впервые слово тюрк упоминается в китайских летописях в 6 веке Якобы сначала так называли только представители племени Ашина Правители тюркских каганатов Что происхождение своё ведут от волчицы По одной из версий Ашина Это от сакского слова голубой, синий В повествовании о первых каганах Их называют кок-тюрки Голубые, божественные тюрки У тюрк была такая традиция Майчику давали имя Когда он признавался полноправным членом обществу, по-нашему говоря паспорт, получал ему меняли имя Было детское имя, было взрослое имя, а у кагана было ещё посмертное имя Например, один из самых успешных правителей удостоился имени Бельге Каган Мудрый и счастливый Вперёд вплоть до солнечного восхода Направо вплоть до полудня Назад к солнечному закату Налево вплоть до полуночи Там, внутри этих пределов Народы всем не подвластны К шестому веку нашей эры Часть земель современного Казахстана Находилась под контролем государства Жужани А подвластное им племя Ашина Поставляло жужаням железо и оружие Правда, поставляли они военный ширпотреб Качественное оружие оставляли себе В скором времени свободолюбивым Ашина Власть свирепых жужаней надоела Но просто напасть на них означало нарушить договор Что противоречило степному кодексу чести И ситуации вышли дипломатично Предводитель Ашина по имени Бумын Попросил руки дочери жужанского хана И, соответственно, полцарства в придачу Каган Жужани ответил первому будущему Тюркскому Кагану, который просил руки его дочери Ты мой раб плавильщик, как ты осмирялся? Тогда с чистой совестью Бумын женился на китайской принцессе Заполучил себе в союзнике могущественного соседа Велел отрезать голову жужанскому послу И в середине 6 века полностью разгромил Жужани Хан, отказавший Бумыну, покончил жизнь самоубийством А Бумын основал новое государство Тюркский Каганат Про возглашение хана было обставлено сложным церемониалом Сановники сажали его на войлок и 9 раз проносили кругом по солнцу Под приветственные крики присутствующих Затем его сажали на лошадь Стягивали шелковой тканью горло И быстро ослабив петлю спрашивали Сколько лет он желает быть хан? Впрочем, от ответа будущего правителя Мало что зависело В 7 веке государство распалось на восточной и западной Каганаты Последний как раз и располагался на территории современного Казахстана Глава 2 10 стрел одного государства Он Ог Эли Государство 10 стрел Западный Каганат был разделен на 10 частей Каждому правителю Каган дал в качестве символа власти Стрелу из своего колчана В этой стене, наверное, столько же лет, сколько и в городу А первые упоминания о городе Это 629-й год, китайский полонник, который шел по дороге в Индии Он описывает, что на трассе Шелкового пути Наряду с другими стоят Мерке, Кулан, Тарас Торговые маршруты и главные из них, шелковые, проходили через территорию Тюркского Каганата День караванного пути, город Еще один, еще город Так, через каждые 50 километров И никакого разбоя Караваны во время правления Ашина перестали грабить Платишь торговый налог, десятую часть, с каждого вьюка И езжай себе спокойно Они обеспечивали техническую сторону караванной торговли Скот до каравана, ну там, проводники, служащие, охрана Очень важная охрана частью Тюркская была В Китае и Центральной Азии вполне законно возили наркотики Из Персии женскую косметику, благовония Из Китая в Европу шелк и фарфор Часть товаров оставалась в Тюркском Каганате Вместе с различными религиями и новыми технологиями Например, в Мирке был водопровод Вот я нашла несколько фразмилов керамики Вот, здесь вот венчик сосуда Это со стены Вся посуда обожженная Вот этот сосуд, он вообще лощеный Видите, орнаментирован он этой полосой И еще про новые технологии Тюрки усовершенствовали скифское седло, стремена и клинковое оружие Что позволило значительно увеличить мощность кавалерии Да и само название лошадь произошло от тюркского олоса Если верить словарю Шакова Лошади тюрков ценились высоко Считается, что именно тюрки усадили весь мир на лошадь Но так виртуозно скакать на лошади Так сродниться с лошадью ни у кого не получалось Ну, насчет усадили, с этим можно поспорить Пальма первенства все-таки вроде как у скифов А вот о виртуозной джигитовке писали очевидцы Тюрки могут исполнять на спине лошади то, чего не может танцор на земле Отличные воины они промышляли набегами и весьма докучали своим соседям Воинственный крик тюрков «Хура!», что означало «бей или вперед!» Был хорошо известен многим народам По одной из версий отсюда пошел знаменитый клич «Ура!» Это же тоже удивительно Тюрки завоевали практически весь Старый мир А владели Средней Азии и дошли до Босфоро-Темирийского, то есть до Керченского пролива Тюркские заганы были довольно умные в экономическом смысле людьми Война войной, но что такое выгодная торговля, они поняли мгновенно Так что общий язык с другими народами тюрки находили легко Причем вне зависимости от того, приходили они в страну как гости, наемники, либо просто как завоеватели Тюрки не знают ни лести, ни обмана, ни лицемерия, ни наушничества Ни притворства, ни клеветы, ни двуличия, ни высокомерия с близкими Ни притеснения сотоварищей Они не подвержены поруку ереси, не дают прихотям овладеть ими И не позволяют себе брать деньги за толкование закона Их недостаток и причина их страданий – тоска по родине Стремление к странствиям, страсть к набегам, влечение к грабежам и сильная привязанность к своим обычаям Глава 3. Вечный Эль В Мерке была мечеть, христианская церковь, буддийский храм Тюркам было чуждо распределение народов по расовому и религиозному признаку Они были веротерпимы до полной неразборчивости Так пишет известный исследователь Лев Гумилев Сами тюрки поклонялись Тенгре, богу неба и его жене Умай, богине земли Женщины у тюрков бесправными не были Более того, отношение к ним было подчеркнуто почтительным, рыцарским Сын, входя в юрту, кланялся сначала матери и только потом отцу В тюркском обществе высоко ценили женщину Ей могла быть доверена даже сама власть Потому что в каких-то критических ситуациях женщины становились у руля власти Когда западный тюркский Каганат начал выпускать свою монету То на этой монете был портрет Кагана и Катун, то есть правящего, правящей пары Монета Византии начала выпускать изображения императора и императрицы под влиянием тюркской визма В Великой степи женщина не просто выполняла домашнюю работу Она была владелицей дома Мужу принадлежало только оружие, ибо ему полагалось умереть на войне Изнасилование замужней женщины каралось смертью Соблазнитель девушки должен был немедленно жениться на ней Любопытно, что изнасилование поставлено рядом с самыми тяжелыми преступлениями Восстанием, изменой, убийством и похищением спутанной лошади Впрочем, это не мешало тюркам брать женщин в рабство Мужчин в этом смысле частенько игнорировали Пленец при удачных походах пригоняли тысячами Один из Каганов, захватив вражеский город, забрал в нем всех женщин и девиц Чем и не замедлил похвастаться Кстати, понимание слова раб у свободолюбивых тюрков было своеобразным Шабалео хану предложено было признать себя вассалом до Масуй Шабалео спросил, что значит слово вассал Ему ответили, то же, что у вас слово раб Хан ответил, я имею счастье сделаться рабом сына неба И выразил свою радость подарком послу Интересно, что письменность тюрков возникла примерно в то же время, что и тюркский Каганат Не позднее первой половины седьмого века На основе сагдийского письма, дополненного знаками, сходными с древнетюркскими тамгами Тюрки племя скотоводческое И очень было важно среди нерядь голов этих скотов Овец, лошадей, верблюдов найти свое собственное тамга У каждого рода был свой собственный знак Это слово тамга из тюрких языков пришло Русский, тамга, там уж нет Писали тюрки в основном на могильных камнях И потому были немногословны Новое письмо было отлично приспособлено именно для резьбы на камне и дереве Известно более двухсот памятников тюркской письменности Ябекчур от выгод и благ мира отделился Сын его наследуя остался Печальная вдова осталась Каждый эпитакий, она начинается не с упоминания правителей Не с упоминания своего рода А я отделился у горя от супруги своей в кереме От стольких-то сыновей, стольких-то дочерей И я на первом месте Умерших хоронили по тенгрианскому ритуалу Покойника помещали на возвышение в юрте Родичи семь раз объезжали юрту по кругу, каждый раз перед входом, расцарапывая себе лицо После похорон накладывали камни и ставили на них памятный столб Для тюрка даже образ его жилья, образ его взаимодействия с природой Все это носило вот такой особый смысловой характер Это своеобразные ворота на святилище тюрка в Мерке, Монбулак И на этих больших скоплениях камней находится много тюркских танк, руническое письмо Вечный Эль, так назвал свое государство, его первый правитель Бумын-Каган Но могущественная держава, созданная длинным копьем и острой саблей, просуществовала 200 лет Вперед вплоть до солнечного восхода Направо вплоть до полудня Назад к солнечному закату Налево вплоть до полуночи Да не исчезнет тюркский народ Имей слава тюркского народа Да не исчезнет Субтитры сделал DimaTorzok